А теперь новости из другого закрытого города. В Североморске состоялись первые бои по Кабудону, кубок генерал-майора Апакидзе. Показательные поединки за финальные места длились не один час. О чем они запомнились, расскажем в следующем материале. Защитные шлемы, белые кимоно, перчатки. Ощущение, будто прямо с улицы попал в сюжет восточного фильма. Около 200 девушек и юношей из всех уголков Мурманской области вышли на татами для соревнования сразу в нескольких видах единоборств. Кабудо, кабудонунчако, танто-дзюцу. Все это боевое искусство работы с холодным оружием. К счастью, у ребят в руках имитация, да и защита не подведет. Защита начинается. Шлем, как видите, полностью защищен, закрыт. Жилет, панцирь, который не пробивается. Хоть как можно бить. Все. Перчатки. И накладки на ноги. В прошлые годы бои памяти Тимура Апакидзе проводились лишь на кубок по Акиоку-Синкай. В этот раз по предложению спортивных школ найдена альтернатива. Команды по кабудон не менее массовой Мурманской области. Единоборство становится все популярнее, особенно в Североморске. То есть кабудо от кубок по Акиоку-Синкай отличается больше защиты, да? Больше защиты и больше зрелищности, потому что можно работать руками в голову. Что нельзя делать в кубок по Акиоку-Синкай. И даже бросковая техника вся. Кубок по Акиоку-Синкай этого не дает. Удары в голову нету рук. Поэтому многие ребята даже не понимают, что такое удар в голову. Здесь они все это ощущают. По мнению президента Федерации Восточных Единоборств, правила в кабудо довольно демократичны. От того сразиться смогли представители разных восточных школ. Тейквандисты, каратисты, бойцы Кёку-Синкай. По регламенту бой длится две минуты, до трех побед. Очки засчитываются за эффективную атаку. Удар ногой, бросок забиванием, удар рукой. Лучшие бойцы выступят на Кубке России в марте. Продолжение следует...